И нам кажется, что темп, у Станиславского есть темп от 0 до 10, ритм от 0 до 10, самый высокий, самый низкий. Мне кажется, что темп в нашей жизни, особенно в мегаполисе, доходит иногда до десятка, а ритм при этом опускается до 0. Потому что мы не успеваем испытывать чувств, мы не успеваем испытывать подлинного напряжения, мы перестаем видеть, слышать, в общем, не замечаем, что мы бежим в колесе. Так вот, театр этот бег должен останавливаться, театр должен потрясать, так мне кажется. Это не значит, что-то всегда получается, но это то, к чему ты стремишься. Вообще, в любое искусство есть стремление к совершенству, которое по определению не достижимо. Поэтому это стремление бесконечное. Возможности этого стремления бесконечное. Весь вопрос просто, какую ты ставишь перед собой задачу. Если ты ставишь задачу, понравится зрителям первого ряда, это одно. Если ты ставишь задачу, чтобы смеялся зрителям зала, это другое. Если ты ставишь задачу добиться некой действительной красоты твоей неподлинности, твоей жизни, это уже совсем на сцене. Это уже совсем другое. Чем более высокая поставлена передовой цель, тем дальше ты идешь. Есть такой пригород под Петербургом, Комаров. Это километров 50 примерно. Вот, если ты поставишь цель дойти до Комарова, ты обязательно подойдешь. 50 километров пешком можно пройти. Если ты поставишь цель дойти до Владивостока, который разделяет десятки тысяч километров, то ты скорее всего не дойдешь пешком. Но ты определенно окажешься дальше Комарова. Вот это простая такая математика. Чем недостижимее цель, тем дальше ты продвигаешься по отношению к стару. Тяжелее, мне кажется, сегодня цели все время сморщиваются, сморщиваются, уменьшаются, становятся прагматичными. Это самое такое популярное слово сегодня, прагматичность. Востребованность, еще очень хорошее слово. Востребованность. Он не талантлив, не масштабен, не грандиозен. Он востребован. Опять-таки кажется, что сразу задача резко уменьшается. Тем более, вообще, как бы сказать, что значит востребованность. Ну я понимаю, действительно, девушка легкого поведения. Востребованность. Или не востребованность. В зависимости от своих данных. Но артист, который говорит о востребованности, говорит только о способности хорошо продаться. И это резко уменьшает его возможности, потому что покупают чаще всего за одно и то же. В этом отличие понятия звезда от понятия большого артиста. Они чаще всего не соединили. Сегодня, мне кажется, не соединили абсолютно. Звезда, это всегда тот льда, будем говорить в женском мать посолку звезда, которая все время напоминает тебе о себе самой. То есть дает тебе то, что ты в ней однажды полюбил, что тебе однажды понравилось. Это, собственно, на этом построена вся индустрия развлечений, поп-музыки, коммерческого. Театра, коммерческого кино. Ты даешь то, что от тебя ожидает. Также, как бы сказать, продюсеры продюсируют то, что, как они считают, ожидает публика. Социологические исследования проводят. Что хочет публика. Что она будет смотреть, что она не будет смотреть. Это какой-то берег к вопросу о том, как выбирать пиесу. Мне кажется, что, на мой взгляд, это абсолютно бессмысленные опросы. Они нужны только с точки зрения маркетинга. То есть, если ты делаешь продукцию на продажу, которая не имеет отношения к искусству. Потому что публика, зритель, может хотеть видеть только то, что он уже видел. А театр, как искусство, как, собственно, и музыка, и люди, должны создавать то, чего еще не было. Должны давать возможность испытать человеку то, чего он не испытывал и чего не ожидал испытывать в театре. Такой заказ, зритель, сделать не может. Поэтому, когда мы себя, как бы сказать, обуздываем тем, как на это будет реагировать кто-то, мы всегда, мы очень часто просчитываемся. Потому что мы выпускаем самый главный вопрос, интересно ли это мне, волнует ли это меня. Я уверен, что если я делаю искренне то, что волнует меня, обязательно найдется еще один, два, три, сто человек, которые тоже волнуют. Если я делаю то, что не волнует даже меня, но должно волновать некого и мереха зрителя, то я рискую сделать то, что не будет волновать никого. И сегодняшний, скажем, кинематограф, который находится в такой глубокой яме, и не только российский, но по сути и мероприятия, это яркий пример того, как отмирает большое искусство и заменяется такой массовой индустрией. Чтобы дать возможность зрителю потрястись, потрясти его, надо уметь и иметь возможность иногда заставлять себя испытывать потрясение. Нельзя потрясать, не потрясать. Это вот одно из коренных свойств индивидуальности, про которую вы спрашиваете. Эти потрясения. Артист должен идти навстречу эмоциональным впечатлениям. Артист должен искать новых впечатлений, должен искать потрясений. Нет ничего более рутинного, чем профессия артиста. Если он работает в постоянном театре, если не постоянном, а просто по контракту. Каждый день в 10 или в 11 утра приходит одно и то же помещение. Чаще всего плохо проветренное, пыльное. В печи не проветрился вчерашний сигаретный дым. Встречается с теми людьми, с которыми он встречается уже целый месяц. Или там полтора, иногда даже три месяца. И занимается одним и тем же вроде бы текстом, одной и той же сценой. Смотрит на лицо, которое все более становится ненависимым. Призносит слова, которые все более умирают на мускуру языка. Вечером, всегда в лозунгах, там полсекомого переодеться и все люди на сцену. Опять по импульс. Жутко рутинная профессия. Профессия, которая на самом деле, как ни странно, редкое свойство профессии. Которые гасит воображение. Казалось бы, занятие театром должно возбуждать воображение. На самом деле, профессиональное занятие театром само по себе. Воображение гасит. Это одна из немногих профессий, где опыт чаще всего вещь отрицательная. У мистика опыт – это большая часть его знаний, его дар. У инженера опыт. У артиста чаще всего опыт – это заштампованность чувств, отсутствие живой реакции, привычной интонации, неспособность что-то увидеть заново и так далее. И какое тут уже детское восприятие мира, и какое тут первооткрытие, совершающееся каждый раз на сцене. Поэтому мне кажется, репетиционный процесс должен каждый раз происходить как-то абсолютно по-новому. Надо иметь возможность и заставлять себя искать возможность испытывать новые впечатления. Поэтому мы, скажем, в своем театре все время пытаемся что-то придумать. То мы выезжаем репетировать «Чайку» на берег озера, в деревню. То мы едем в деревню Сея Дальнего Севера, где происходит действие братьев и сестер. Сейчас, недавно, когда мы работали почти пять лет на «Жизнь и судьбой» великим романом Гроссмана, Василия Гроссмана, великого писателя XX века, если вы не читали, его мало очень знают. В России сейчас очень много знают в мире, гораздо меньше в России. Если вы прочитали этот великим романом, если вы заставили себя преодолеть начало во всяком большом произведении, очень трудно преодолеть начало. Даже в «Войне и мир». Если прочитаешь «Салон Шерер», то дальше уже пойдет как-то легче. Сейчас все застревают и дальше уже не читают. Перевистывают. Это война, это мир, это война, это мир. Так вот, если прочитаете, испытаете огромные потрясения. Когда мы работали над этим, там действия происходят в военной Москве, в ГУЛАГе, в Сталинском во время войны, то есть в Конституционном советском лагере, в Конституционном лагере немецком. Все это очень интересно следуется и как-то друг с другом соединяется. Мы сумели организовать путешествие в Норильск, город, который вырос на костях заключенных. Город за полярным кругом, довольно страшное порождение человеческой энергии. Мы летали на тайгой, находили остатки бараков, ходили туда, пытались представить, как ты там себя чувствуешь, как ты оттуда смотришь на волю, что это такое вообще оказаться на этом полуострове, от которого до большой земли не добраться никогда. И понимать, что ты оказался здесь навсегда, потому что никакой срок в ГУЛАГе не обеспечил твоему защиту. И, конечно, ребята, это были молодые ребята, это были еще студенты, когда они начали эту работу. Мы испытали очень сильные чувства, которые многое определили не только в будущем спектакле, но, мне кажется, в их сутбах человеческих операций. Потом мы спутешествовали в Освенцев, Аушенц, один из крупнейших гитлеровских концов в Герии. Было другое потрясение. Нам даже позволили одну ночь провести в бараки. Нас закрыли. Ну, кусочки, репетиции, это слишком такое для этого слова неподходящее. Ну, какую-то пробу мы для себя привели. И это оказалось очень страшным. Мы записали, так чтобы мы пробовали, мы записали немножко на видео. Потом я посмотрел, так кусочки маленькие, я посмотрел. Видите? Там были такие замечательные глаза у артиста, которые потом на репетиции почти уже никогда не возвращались. Но все-таки глаза после этого у артистов изменились. Изменились и в жизни, и на сцене. Вот, как бы сказать, очень хорошо, когда театр хорошо организован, когда у них есть творческая дисциплина, когда все начинается вовремя, когда есть какие-то ритуалы. Это все украшает жизнь театра. И если они есть, живой театр не может не иметь ритуалов, не иметь каких-то традиций. Но даже хорошие ритуалы, даже хорошие традиции очень важно время от времени ломать, менять, ставить всех в неожиданное положение. Вообще в искусстве изменить точку зрения, точку взгляда, чрезвычайно важно. Потому что мы привыкаем на все смотреть с определенной точки зрения. Она вот такая. И мы забываем, что еще существуют, кроме нашей точки зрения, сотни других. Вот попробовать встать на другую. Даже чисто физически. Когда ты оставил в Московском художественном театре господа Головлева, какой очень трудный спектакль с накидом Михайловичом, кто он в главной роли. Там очень, что-то как-то склеивалось со второй. А, совсем не получался первый. Большой, больше полуных рисов ушел. Не получался. Это все чувствовали артисты, чувствовал я. Никак бы он не пробился. И однажды, там тоже есть режиссерский столик, который всегда сидел. И однажды я в отчаянии, потому что ничего не получалось, ушел от этого режиссерского столика туда, куда-то в темноту зрительного зала, в какой-то угол забился. Просто меня не видели артисты и не ждали у меня каких-то подсказок. И я так посидел, посидел, и вдруг очнулся и стал смотреть на то, что происходит на сцене. Они играют. Вдруг я увидел очень многое, совсем другими глазами. Я вдруг увидел, что, собственно, не получается. И даже понял, почему. Казалось бы, я просто изменю физически точку взгляда. Но это очень многое определило. Режиссер всегда сидит в центре зала и считает, что все очень красиво и хорошо. А потом человек сидит с краю зала и не видит ни красиво, ни хорошо.